Норка является самым популярным животным, которое активно разводится на пушных фермах. Шкурка этих зверьков используется для пошива красивой и теплой зимней одежды, а также для изготовления различных аксессуаров к ней в виде рукавиц, воротников или палантинов. Шуба из норки давно считается показателем статуса и обеспеченности ее владелицы и заветной мечтой многих женщин. Сегодня я расскажу вам о том, как выращивают норку и делают шубы из их шкурок. Небольшое предупреждение перед началом видео. Если вам неприятна эта тема, можете переключиться на другой ролик на этом канале. Раньше этот зверек добывался охотниками в лесах, но сейчас в этом нет нужды. В мире существуют сотни звероферм, которые выращивают миллионы зверьков каждый год для индустрии моды. Разведение американских норок для меха началось в конце 19 века, но массовое выращивание началось не так давно, около 100 лет назад, примерно в 20-х годах 20 века. Зверофермы строились как в США, так и в странах Европы и в Советском Союзе. Также разведение американской норки сильно повлияло на популяцию европейской норки. Из-за многочисленных случаев побега норок со звероферм они создали в природе свою популяцию, которая вытесняет европейскую норку с обычных мест обитания. До недавнего времени лидером по разведению норки являлась Дания, которая производила до 40% всех шкурок в мире. За ней следуют Нидерланды, Польша, Китай и США. Несмотря на то, что в Европе и в России существует европейская норка, массово разводят только американскую норку, которая больше размером и чей мех более ценен. Норок содержат в таких клетках, обычно по две особи одного пола. Важной частью разведения норки в таких условиях является домик, в котором она может в любой момент укрыться от посторонних глаз, отдыхать и приносить свое потомство. В клетке находится поилка и небольшая емкость с водой, в которой любит плескаться зверек, особенно летом, потому что норка плохо переносит жару. Хорошие условия содержания напрямую отражаются на качестве будущего меха. Важным является разнообразие рациона питания для норки. Корм для них состоит из смеси рыбного и мясного фарша, субпродуктов, злаков, а также витаминных и минеральных добавок. Рецепты кормов для разных сезонов составляет зоотехник, который следит за условиями содержания зверьков, а также за особенностями роста и развития норок. Ухудшение качества питания сильно сказывается на состоянии меха. Интересный факт. Производство одного килограмма меха требует 11 шкур норок. В течение своей жизни одна норка съедает почти 50 килограмм корма, что в итоге дает примерно 550 килограмм корма на 1 килограмм меха. Также им делают прививки для профилактики заболеваний, которым подвержены эти животные. Зоотехники ведут записи о каждой отдельной норке, включая информацию о датах спаривания, генетике, состоянии здоровья и характеристиках меха. Норка дает потомство один раз в в год. При подготовке к рождению щенят самки создаются комфортные условия для избежания стресса и шума. Срок беременности колеблется от 40 до 70 дней. Щенки появляются на свет в конце февраля и ранней весной. Обычно в одном помете может быть от 6 до 10 щенят. Рост меха животного происходит преимущественно осенью. К этому времени года норка уже становится взрослым животным. В дикой природе продолжительность жизни норки редко превышает 3 года. В неволе может достигать около 10 лет, но при выращивании на звероферме редко доживает до 3 лет. Долгожителями могут быть самки, которые дают потомство, и самцы-оплодотворители. Убой обычно происходит в ноябре-декабре, через 6-8 месяцев после рождения. Наиболее популярным методом убоя является помещение животного в камеру с окисью углерода. Убой электричеством и смертельной инъекцией постепенно уходит в прошлое, однако также применяется для убоя. Кстати, если меня смотрят представители мастерских, заводов, фабрик и других предприятий, то напишите мне письмо, и я сниму о вас такое же интересное видео, которое выйдет на этом канале. Субтитры создавал DimaTorzok После снятия шкурки тушки норок утилизируются. В некоторых случаях они могут попасть в зоопарки в качестве корма для хищников. Норковый жир могут использовать для производства мыла, а также при изготовлении косметики, масел для лица и крема по уходу за кожей. Снятые шкурки обезжиривают сначала вручную, а затем в специальном барабане с опилками. На заключительном этапе обработки уже готовые шкурки снова бросают барабан, заполненный опилками, слегка смоченными бензином, чтобы мех распушился, стал мягким и принял товарный вид. После этого их натягивают на деревянные доски и сушат. С момента, когда животное усыпили и до времени, когда мех готов к продаже, проходит двое суток. Шкурки от больших звероферм попадают на американские и европейские аукционы, где их закупают меховые фабрики всех стран мира. Значительная доля меховых изделий, продаваемых в России как на рынках ширпотреба, так и в элитных домах моды – производство китая, зачастую не лучшего качества. Еще немного фактов о норке. Во многих странах Европы приняли закон о прекращении выращивания норок для производства меха. Пандемия ковида, возникшая в конце 2019 года, сильно повлияла на эту индустрию. Часть норок на зверофермах в Дании, которая являлась лидером в этой отрасли, оказались заражены коронавирусом. Правительство страны постановило умертвить все поголовье животных в несколько миллионов норок для предотвращения распространения болезни. После этого в стране практически исчезла эта индустрия. Также сотни тысяч норок пошли на убой из-за ковида в соседних европейских странах. А теперь я расскажу о том, как шьют шубы из меха норки. Часть репортажа состоит из моих кадров, которые я снимал на производстве. Часть из роликов завода. Все начинается с закупки меха, который поступает на фабрику из известных специалистов пушных аукционов. Таких как Союз Пушнина, Копенгагенский пушной центр, аукционы American Legend и NAFA. После того, как мех пришел на фабрику, делают сортировку. Зачем, спросите вы? Селекционное разведение породило множество различных цветовых оттенков, начиная от белоснежного, бежевого и серого, до темно-коричневого. Потому мех от разных животных может различаться по оттенкам. Он может быть зеленоватым или отдавать синевой. Для каждой отдельной шубы выбирается нужное количество шкурок, которые варьируются в зависимости от фасона и размера изделия. В таком виде шкурка пушного зверька поступает на склад фабрики. Выглядит как чулок. После сортировки шкурка попадает в руки с корняку, который аккуратно разрезает ее и делает надрезы в местах изгибов тушки, чтобы шкурка стала плоской. Затем каждый набор шкурок увлажняется специальным жировым раствором, чтобы они стали более эластичными. После этого они закрепляются на таком столе степлером. Затем шкурки сохнут два дня, прежде чем начнется следующий этап, приближающий ее к тому, чтобы стать шубой. На этом кадре можно видеть, как специалист просматривает мех на наличие проплешин и прочих дефектов. На каждом этапе сборки шкурок в готовое изделие проводится тщательный контроль качества. После проверки на пригодность, шкурки разрезаются поликалом на заготовки. Для каждой части шубы нужны шкурки различных форм и размеров. Затем они сшиваются в единое целое. Нет, на этом этапе не шьют шубы целиком, только отдельные части зимней одежды. Полотно для рукавов, верхнюю, нижнюю часть и капюшоны. Но для меня, например, стало открытием то, как удлиняют шубу. С помощью специальной технологии широкие шкурки превращаются в более длинные. Есть и такие куски. После того, как оверлоком сшиты новые части для шубы, они опять увлажняются жировым раствором, растягиваются на столе и сушатся еще два дня в специальном помещении. Эти готовые полотна вскоре станут рукавами. А этот большой кусок, так называемая юбка, нижняя часть шубы. После того, как полотна шкурок высохли, из них вырезаются заготовки нужной формы. На этом этапе все части шубы сшиваются друг с другом. Так выглядит ее изнанка. А так снаружи. Обратите внимание на расположение шкурок на шубе. В зависимости от фасона их сшивают по-разному. После того, как шуба готова, она отправляется в стирку, вернее в химчистку. Два часа купания в химических средствах, и она уже полностью очищена от всей грязи и жиров, которыми ее увлажняли несколько раз. Кстати, здесь же она и сушится, после чего достается из барабана совершенно сухой. Затем шуба попадает в интересный аппарат, на котором она разглаживается. Вибрирующий барабан разглаживает поверхность шубы и приподнимает волоски на мехе. После этого шуба возвращается в тот же цех, чтобы обрести подкладу. Каждая вешалка с изделием снабжается специальной памяткой, на которой отражены все характеристики подклады. Здесь все вырезается. Выкройки для каждой шубы, все фасоны и размеры. Подкладу сшили, теперь она готова воссоединиться со своей лучшей половинкой. На завершающем этапе производства, кроме подклады, пришиваются пуговицы и крючки. На весь процесс создания шубы уходит 2 недели. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, как это сделано, и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Аслан, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok